Это первый день выставки Prodexpo 2020. Мы разговариваем с Игорем. Расскажите о вашей компании. Наша компания – это журнал «Тары и упаковка». Кстати говоря, единственный в России в СНГ специализированный журнал по упаковке, которому в этом году исполняется 30 лет. С 90-го года мы издаем этот журнал и с 95-го года каждый год проводим конкурсы на лучшую упаковку. И они меняли эти конкурсы свое название. Сначала он назывался «Упаковка. Русский стиль», потом он стал международным. И 15 последних лет мы проводим его в рамках выставки Prodexpo. И он называется Prodextra Pack. И второй конкурс, который мы каждый год проводим, это студенческий конкурс на лучший дизайн упаковки. Это студенты в основном кафедр дизайна и кафедр технологии упаковки. На этот конкурс поддают свои разработки современного дизайна упаковки. И этот студенческий конкурс тоже международный. В нем каждый год принимают участие студенты не только из российских университетов и колледжей, но принимают участие из Украины, из Белоруссии, из Армении и из Болгарии. И вообще цель наша сделать этот конкурс доступным для студентов всех стран СНГ, стран бывшего Советского Союза. Вы проводите конкурс на лучшую упаковку. Расскажите, какой должна быть упаковка, чтобы привлечь как можно большее количество покупателей? Вы знаете, вот, к сожалению, после того, как Советский Союз рухнул и ворота нашей страны, можно сказать, открылись, сюда посыпались из-за рубежа многие продукты, очень красивые и прекрасно упакованные, которые, естественно, после Советского Союза очень нравились покупателям. Мы их рассватывали буквально на бегу. И когда наши производители стали подниматься и начали производить продукцию, они дизайнеров попросили, сделай нам, ну, как западный, такой под запад, чтобы лучше брали и лучше берут. И эта тенденция, к сожалению, продолжается до сих пор. И мы потеряли свой национальный русский стиль оформления упаковки, который до революции был очень известен во всем мире, потому что Россия поставляла до 1917 года свои продукты, питание и напитки во многие страны мира, и в том числе и в Европу, и в Азию, и в Америку даже. Но после 1917 года все это было закрыто, все это рухнуло. Потом работали в оформлении упаковки, работали очень известные сегодня нам люди. В частности, Маяковский оформлял упаковку, Родченко оформлял упаковку для продуктов питания. Вы все сегодня помнят, нигде, кроме как в Моссельпроме, вот они работали по заказу Моссельпрома и оформляли упаковку. А потом, когда потерял смысл конкуренция, наступил такой советский стиль, который при, в общем-то, не очень хорошей тенденции, тем не менее, был широко известен, по крайней мере, в Советском Союзе, а это огромная часть суши, можно сказать, и в странах социалистического лагеря. Ну и советский стиль, после того, как Советский Союз рухнул, советский стиль тоже был утерян. Сегодня только известна Аленка, там, Мишки, конфеты, и, в общем-то, мало что известно. Вот мы пытаемся это все восстановить, и восстановить русский стиль оформления упаковки. Игорь, спасибо огромное, это очень интересно. И мы вернемся к вам через несколько минут с новыми гостями. Игорь, спасибо.